Всем привет, с вами Тори-чан! Сегодня я расскажу вам о медицине в Японии, а также о том, правда ли, что японцев штрафуют за ожирение. Лично я не делала какие-то большие операции в Японии, поэтому я не могу судить прямо обо всем, так что я буду говорить из своего опыта. Страховка. В Японии медицинская страховка обязательно. Ее должны платить абсолютно все, неважно, вы ходите в больницу, не ходите в больницу. Если вы живете в Японии, и вы резидент Японии на длительный срок, то есть неважно вы японец или иностранец, вы обязаны платить медицинскую страховку. Стоимость страховки зависит от вашего заработка, поэтому если вы студент и у вас нет заработка, то страховка будет стоить в районе 40 долларов в месяц. Но если у вас средний заработок японский, это в районе 2-3 тысяч долларов в месяц, то страховка будет стоить в районе 120 долларов в месяц. Если ты работаешь в фирме, то чаще всего они оплачивают какую-то часть страховки, но если ты фрилансер, придется полностью все платить самому. Страховка покрывает 70% расходов на лечение, оставшиеся 30% нужно платить самому. При этом страховка не действует, когда дело касается косметических процедур. То есть поставить себе серебряную пломбу можно по страховке, а вот белую под цвет зуба сам плати. Отбеливать зубы тоже плати сам, а вот чистка по страховке. Большинство лекарств, кроме элементарных таблеток от головной боли или кашля, выписывают только у врача. Поэтому если вам нужно купить таблетки от гриппа или какой-то, допустим, сыпи на руках, то тогда нужно идти к врачу, чтобы он вам выписал эти таблетки. Что не очень удобно, но с другой стороны, все таблетки, которые вам прописал врач, вам продадут по страховке. Поэтому это дешевле, чем покупать самому таблетки просто в аптеке. Больницы в Японии. В Японии есть большие больницы, так называемые Sogo Buen, это всесторонние больницы, где есть самые разнообразные отделения для любых болезней, любых отраслей. А также небольшие клиники. Большие общие больницы могут быть как государственные, городские или частные. У моего университета тоже была своя большая больница, где я удаляла свой зуб. Обычно в таких больших больницах проводят операции, но по рекомендации из маленькой клиники. Частные клиники. В Японии их огромное множество, и они все очень узкой специализации. Есть стоматолог, да, стоматология. Есть стоматолог только там, где брекеты ставят. Есть только гинекология, только дерматология. Найка, это там, где если у вас болит что-то внутри. Или гека, если у вас болит что-то снаружи, или вы там себе сломали что-то. То есть все очень узкого направления. Минус то, что приходишь в клинику с проблемой какой-то, а тебе говорят, что мы такое здесь не лечим, вам нужно в другую клинику. Также бывает такое, что что-то болит, но ты не знаешь с этим куда нужно идти. Допустим, у меня когда был опоясывающий герпес, это же сыпь, она на коже. Но он также действует и на нервы тоже, поэтому мне нужно в нервологию, к неврологу мне нужно идти, или мне нужно идти к дерматологу. И самый, пожалуй, большой минус, в таких клиниках работает очень мало докторов, обычно один или два доктора, если это маленькая очень клиника. Поэтому очень мало времени уделяется на одного пациента. Плюс это то, что частных клиник очень много, и если в одной много людей большая очередь, можно пойти в другую. Также в отличие от больших больниц, которые обычно не работают по выходным, а в будни закрываются в 5.30, маленькие клиники обычно работают по выходным, и даже, очень даже до позднего времени некоторые работают до 9-10 вечера. Особенности японских больниц и клиник. При входе вам обязательно дадут бахилы или тапочки, в обуви нельзя. Если для осмотра или рентгена нужно частично раздеться, то обычно дают переодеться вот в такой вот халатик, как юката. Не везде, но в некоторых больницах можно для осмотра выбрать врача мужчину или женщину. Японские доктора обычно стараются не вмешиваться, поэтому даже если вас что-то беспокоит, скорее всего вам скажут, давайте мы понаблюдаем немножко. Также многие врачи совершенно не углубляются в подробности, могут вам совершенно ничего не рассказать, пока вы их не спросите. Поэтому спрашивайте. У меня было такое, что я пришла сделать рентген позвоночника, и я знаю, что у меня сколиоз, и мне сделали рентген, и врач говорит, у тебя все хорошо, иди домой. И я такая, не, ну сколько у меня градусов сколиоз хотя бы скажите, потому что я знаю, что он есть, я не просто пришла сделать рентген, и все. И последнее, некоторые больницы могут отказать вам в приеме, если вы не владеете японским языком, и с вами нет человека, который мог бы вам перевести то, что говорит врач. Ежегодный осмотр и правда ли, что в Японии есть штраф для толстых людей? Это и правда, и нет одновременно. Если вы живете в Японии, то у вас есть каждый год возможность пройти медосмотр, который почти полностью оплачивает государство. Присылают вот такую вот открыточку с разными видами осмотров, и некоторые из них можно пройти в зависимости от вашего возраста, не все. Допустим, если вам больше 40, вы можете пройти осмотр на проверку рака желудка или рака печени. Если вам 20 с чем-то, вы можете пройти осмотр на рак матки, если вы девушка, или там осмотр зубной и так далее. И все очень дешево, буквально 400 йен, 1000 йен, это 4-10 долларов, это очень дешево для Японии. Это все осмотры по желанию, но если вы работаете в японской фирме, вы обязаны раз в год проходить медосмотр. Туда обычно входит анализ крови, мочи, проверяют ваше давление, зрение, рост, вес, ширину вашей талии, делают рентген легких и электрокардиографию. Для людей старше 39 лет обычно еще больше разных пунктов, это и MRI, и камера в желудок, поэтому там еще больше осмотров. Такой осмотр может стоить 100-300 долларов, но к счастью, его оплачивает фирма, потому что он обязательный. Вы идете в больницу, делаете медосмотр и потом результаты присылают вам и фирме. И если у вас ожирение, то вы платите штраф. Нет, не правда это. Как я поняла, миф пошел из очень искаженной информации касательно так называемого метаборико-синдрому, это вид осмотра в Японии, который ввели в 2008 году. На этом медосмотре особое внимание уделяется обхвату талии, у мужчин она не должна быть шире, чем 85 см, а у женщин не шире, чем 90 см. Но кроме этого, также давлению и BMI в общем. Люди, у которых высокие показатели, попадают в зону риска от сердечных заболеваний, диабета, инсульта, поэтому таких людей пытаются выявить и отправить на лечение. Только люди в возрасте от 40 до 74 лет обязаны проходить этот осмотр, иначе придется заплатить пенальти. Не им, а фирме, где они работают или городскому управлению. Да, штрафа нет, но есть пенальти для фирм или городских управлений, если очень мало людей проходит этот медосмотр. По факту этот закон не о том, что нельзя толстеть или тебе придется платить штраф, если ты растолстел, а о том, что каждая фирма и каждый город, а точнее ассоциация медицинского страхования там, обязаны давать возможность людям пройти этот медосмотр и выявить людей с так называемым метаболическим синдромом для лечения. И опять же, лечение не принудительное, потому что оно не может быть принудительным, это было бы нарушение человеческих прав. В общем, это очень классный закон для поддержания взрослого поколения японцев в форме, чтобы было меньше проблем из-за поседневных привычек, плохих как курение или жирная еда и так далее. Надеюсь, что вам было интересно это видео, если у вас есть вопросы, спрашивайте в комментариях, постараюсь ответить. Увидимся еще, всем пока!